Балкон Это Алексей Фокин. За последние три недели он провел фотосессии во Франции, Швеции, Грузии, как сейчас, и еще десятках локаций, не покидая свою кухню. Идея онлайн-съемок синхронно пришла многим коллегам по цеху, рассказывает Алексей Фокин. И каждый фиксирует карантинную реальность по-своему, в привычном или не очень жанре. Фокин приводит в пример итальянского фэшн-фотографа Алиссио Алби, продолжающего снимать профессиональных моделей, но уже в домашних декорациях. Кому-то повезло застрять на карантине на даче или в загородном отеле, а не в четырех стенах квартиры. Перед съемкой Алексей общается с ее участником, просит об экскурсии по дому, наблюдая за тем, на какие детали собеседники обращают внимание. Я беру небольшое интервью у людей, точнее, я им задаю просто один вопрос, есть ли у них какие-то мысли по поводу такого взаимодействия и вообще мысли по поводу карантина и что они чувствуют, что они чувствуют в тех местах, где они находятся. И плюс я пытаюсь все равно делать какую-то, ну, фотографию, то есть фотографию в плане не документирования чего-либо, а именно в плане какой-то тоже эстетики, какой-то красоты. Это попытка порадоваться тому, что происходит, попытаться это как-то осмыслить и вместе с людьми найти какую-то вообще в этом радость. Не спеши, пожалуйста, тормози. Вот, вот, вот оно, вот оно, да, вот оно, я вижу, смотри, вот, вот это хорошо очень. Начинается съемка. Фокин считает ее скорее перформансом. Во время классической офлайн-работы он может повлиять на пространство на фотографии. Здесь же важнее взаимодействие с человеком, напоминающее режиссуру. Это режиссура, и в любой режиссуре, если брать театр или кино, здесь важно взаимодействие. И с кем-то это взаимодействие, оно случается очень хорошее, с кем-то оно случается менее хорошее. Это зависит от гигантского количества факторов. У меня как бы здесь принципиальная задача, чтобы человек себя не видел. То есть он видит просто заднюю камеру своего телефона и просто слышит мой голос. То есть здесь как бы присутствие мое, оно сводится к минимуму, и я просто являюсь вот этим режиссером, который, дирижером, который руководит процессом. Куда поставить, как, что куда, что делать. После нашей беседы разворачиваю телефон тыловой камерой к себе. Из подручных средств, вроде настольной лампы, выстраивается кадр. В противоположном конце комнаты зеркало направляет голос. Стоп, вот, вот, стой, стой, за мне, нет, вот, обернись туда. Это хорошая возможность стать ближе к зрителю, познакомить его с нашими артистами, которых обычно не видно. Мария Третьякова – специалист по связям с общественностью театра «Кукол имени Образцова». Уже месяц закрытого на карантин. Коллектив продолжает работу на удаленке, готовит маленькие спектакли в домашних условиях, записывает художественные чтения книг. Невидимые на сцене артисты стали заметнее в онлайне. Плюс идет удаленная работа над премьерами. Готовятся и художники, и режиссеры, и артисты, потому что мы очень бы хотели в скором времени вернуться в театр и начать это все делать там. В самоизоляции меняются не только привычные рабочие планы. Занятия по балету у двухлетней Ксюши, дочери Марии Третьяковой, теперь тоже в сети. Преподаватель присылает видеоурок. Ученики выполняют все инструкции, а родители отчитываются записью видео. Коммуникация усложняется. Сосредоточиться ребенку тяжелее. Зато урок всегда можно поставить на паузу. Фитнес-индустрия уже давно работает в онлайне. Балет в таком количестве не работает онлайн, но, тем не менее, это возможно. Клиенты частично переведены на онлайн занятия в прямом формате. Кто-то закупает курсы. То есть, ну, пока, так сказать, выживаем как можем. Будем дальше восстанавливать уже клиентуру из тех клиентов, которые были. Ну и новые клиенты, надеюсь, будут. Преподаватель Ксюша Екатерина Наберухина рассказывает, что балетную студию временно пришлось распустить. Ребрендинг, новые программы и проекты отложить. Лишь часть подопечных перешла на удаленку. Десятки педагогов остались без работы. В том же положении и профессиональные артисты. Вот так выглядит удаленка у Михайловского театра в Санкт-Петербурге. И в Михайловском, и в театре Образцова ждут возможности вернуться на реальную сцену. Их творчество все же офлайновая история, где после третьего звонка выключают гаджеты. Для меня сейчас каждый раз, каждый день это, конечно же, открыть. Открытие в плане каких-то мест, потому что, естественно, в офлайн жизни невозможно оказаться в течение дня в десяти разных местах. Алексей Фокин больше не зависит от локации. За один удаленный рабочий день таких 3-4 съемки. Фиксированного гонорара нет, вместо них добровольные пожертвования. Внимание к формату онлайн-съемок подпитывается новизной. Но наверняка спадет вместе с завершением пандемии. Хотя Алексей не хочет уходить от такого формата. Даже когда ленты соцсети заполонят ностальгические публикации в стиле «А помните, как в 2020-м мы выкладывали скрины из зума?»